Так, друзья мои, решил еще раз показать уже наглядно о том, как мы должны отталкиваться от истории Казахстана, то есть до порабощения Российской империи Казахстана. То есть порабощение Российской империи Казахстана, я считаю, нужно отталкиваться от смерти Кенесары Хана, то есть когда он погиб шахидом в 1847 год. То есть в 1847 год Казахстан захватила империя Российская, то есть Царская Российская империя, назовем ее. Царская Российская империя, она захватила Казахстан в 1847 году. То есть до этого, то есть мы теперь должны отталкиваться, что мы должны брать за героев Казахстана, именно начиная с Кенесары и туда глубже, понимаете, туда глубже. Всех этих батыров, которые были и боролись за то, чтобы отстоять наши земли, которые они нам оставили, мы должны их восхвалять, понимаете. Вот их мы должны всех восхвалять, хвалить, хвалить, напишу, хвалить, восхвалять, восхвалять, хвалить. То есть это были настоящие патриоты Казахстана. То есть начиная с 1847 года и по сегодняшний день все это, то есть до окончания Назарбаевской власти, до окончания Назарбаевской власти, я считаю, мы были под гнетом этой Царской Российской империи в современных условиях. То есть вот это все мы должны, значит, наоборот, то есть это все предатели, предатели, потому что они все служили Царской Российской империи, понимаете. Все, начиная от хваленного вами всеми Абая, Абай Кунамбаев, где он получал зарплату Царской Российской империи. И алашардинцы, алашардинцы могли, то есть алашарда, алашарда, она могла повернуть историю вспять, то есть понимаете, то есть она могла объявить о независимом Казахстане еще в 1816 году, в 16-17 годах, когда произошла, когда скинули царя, понимаете. То есть они могли объявить Казахстан независимым, независимым, и отсюда наша история пошла бы по другому пути, понимаете. То есть не было бы никаких голодоморов, никаких вот это за 70 лет вот этой тирании безбожеской этой власти, понимаете, друзья мои. Поэтому алаш не смог это сделать, потому что у них было рабское сознание, рабское сознание, от которого я и предлагаю, мы должны отказаться от этого рабского психологии, менталитета, как хотите назовите. То есть мы должны до Назарбаевского периода, то есть Назарбаев это был конец, конец захвата имперцами Казахстана, понимаете. То есть это время мы уже должны считать как точку отчета к новой Казахстан, который мы хотим построить. То есть мы должны хвалить, восхвалять, 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 восхвалять Батыров, начиная от Кенесары-Ханы туда в глубину веков, а этих начиная от 1847 года, которые все служили Царской Российской империи, получали от них награды. Тот же Абай, у меня есть ролик, он получал от губернатора ружье трехствольное в подарок за непонятное, за какое-то, знаете, это еще, я думаю, архивы еще рассекретят. То есть там он говорится, что за особые заслуги, что за особые заслуги сделал этот Абай Царской Российской империи, что ему подарили ружье. Ну и также, как я вам говорил, он и жил на эти деньги, то есть на все эти харамные деньги, которые ему платила Царская Российская империя. И также мы должны пересмотреть роль Алаш, который сегодня тоже восхваляет всякие, которые хотят вернуть СССР-2, вернуть Царскую Российскую империю, понимаете? То есть мы должны четко это понимать, поэтому вот на карте я вам еще раз показываю, то есть на схеме, что мы должны брать 1847 год как начало порабощения Казахстана. И вот эти все лидеры, которые служили в это время, начиная с 1847 года, они все априори служили Царской Российской империи. Мы это должны четко понимать, четко вбить в свою голову. И поэтому сегодня, если мы хотим построить действительно независимый, суверенный Казахстан, мы должны восхвалять только героев, начиная от Кенесарыхана и туда вглубь веков. А этих всех мы должны раскритиковать и убрать их всех, то есть учить молодежь независимости, свободе и идти вперед, строить новый Казахстан действительно свободными, понимаете? Свободными людьми. С вами был Яргали. Ассаламу алейкум арахматуллахи ва баракат.